Привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. Обсудим очередной видеоролик. Безобразие! К беженкам ломятся в дверь. Что им надо? Мукбанг! Бургер с лососем. Слушайте, ну и сказочницы. Ну и сказочницы такую сказку сочинили. Знаете, и это было очень заметно, что Настя врет, когда рассказывала. Ну, для начала мы возвращаемся от сказочной истории в самое начало влога, где они, значит, делают бургеры. Вот знаете, им только бургеры есть. Вот только бургеры с этим майонезиком, с жареной рыбкой. Всё это мучное. Слушайте, и так толкало в рот этот бургер, что чуть рот не порвало. Значит, Анька себя не показывала, как она ела. Мукбанг. Да, мини-мукбанг на одну Настеньку. Анька боится себя показывать, как она ест. Ну, потому что она и так уже квадратная вся. А тут ещё будет булку в рот толкать. Ну, боится, чтобы стоп-кадр не словила вишенка. Стопудово, стопудово боится. Ну, и, значит, поэтому ела только Настя. Сидела такая вся, знаете, накрученная на какие-то палки или на что она там. Или это такие бигуди накручивают волосы. И, значит, рассказывала, как это вкусно. Потом нам показали ещё булочку с маком и из покупного слоёного теста. Кстати, когда Аня ела бургер, она и здесь возмутилась. Да, рыба ей была солёная. Слушайте, наверное, ничего такого нет, чтобы она обязательно не сбраковала. Ну, вот не может. Не может она без возмущения вообще, по-моему, жить. Это же надо быть такой бабой, чтобы быть постоянно недовольной. Слушайте, у неё, по-моему, вся жизнь одно сплошное недовольство. Ну, и, значит, показали они эту булку. И сказала Анька, что вот, если без другого теста, а так, ну, мы попробуем, попробуем. Говорит, если без другого теста, а сама ещё эту булку и не пробовала. Ну, а дальше уже началось. Самое интересное, скажем так. Настя поставила камеру, себя снимает одну и рассказывает историю. Как к ним кто-то якобы в квартиру ломился, представляете? Вот на самом деле, да, если бы к ним кто-то ломился, кто-то с ними разговаривал, согласитесь, можно было бы включить камеру, правда? Но они же блохерицы, они же ещё психологини. И заснять всё это, как это всё происходило, какой же это ужас творится, да, что к ним то в домофон, то в дверь, да ещё же рассказывала, что так в дверь стучали, что эта дверь и так уже держится, да, считай, еле-еле вся болтается. А тут, получается, так барабанили, что чуть дверь не вынесли. Скажите, как такое было не заснять? Ну, это смешно, правда же? Никто к ним не стучался, никто к ним не приходил. Такое чувство, что где-то они, возможно, прочитали, возможно, насмотрелись, ну, кто его знает, ребят, и решили выдать такую историю, да. Ну, потому что больше нечего сказать, не о чем поговорить, только жрут целыми днями, таскаются по магазинам, ходят по аттракционам и всё. И, знаете, вот такую тухлятину показывать каждый день тоже не айс. Вот они и в замес пустили, вымышленные истории. И, значит, рассказывает, что вот сначала в домофон мы не открыли дверь, а потом, говорит, значит, ещё про эти бургеры рассказывает, что встали, решили поесть бургеры, потому что что-то, говорит, плохо было. По одному съели, плохо уже было, прикиньте, готовили-готовили дорогие бургеры, и уже плохо было. Ну, решили мы доесть Сане эти бургеры, ну, потому что жалко, это дорого. Ну, конечно же, вывалить столько денег, это дорого. Красная рыбка, считай, испорченный продукт, такая дорогая рыбка. Ну, и решили они, типа, затолкать в себя через силу эти бургеры. И тут, говорит, в домофон звонок. Значит, они не открыли. Ну, а потом уже Настя говорит, что, мол, я, говорит, уже как бы и легла, ну, называется, поели-поспали, поспали-поели. И тут начинают в дверь тарабанить. И, говорит, и не отстанут никак. Мы им говорим, что ничего нам не надо. Это якобы какое-то там телевидение. А они все равно барабанят. Мы говорим, не откроем. А они все равно барабанят. Настя, когда рассказывала, вы заметили, как она эти волосы перебирала. То с одной стороны, то с другой стороны. Ну, в принципе, понятное дело. Она говорит, я получила стресс. Психологиня. Аня, говорит, не знаю, говорит. А я, говорит, получила стресс. Я уржалась. Я уржалась, когда она рассказывала эту сказку. Это действительно было смешно. Но при том, что видно, что они врут. Ну, а если кто-то и приходил, пришел, ушел. А они это вывернули просто вот наизнанку. И преподнесли, как будто чуть ли там на них и не напали. Жесть, ребят. Дальше она сказала, что здесь такое может быть. Могут прикидываться, да, кем угодно. А на самом деле могут быть воры. Удивительно прям, что воры, интересно, у вас забыли. Что у вас можно украсть. Дальше она прям издергалась и объясняла, что вот, не могут к вам без термина прийти, пишут. Вот, могут, говорит. Приходят просто бесконечно. Слушайте, это же надо так врать. Ну, видно же, заметно же, когда человек врет. Заметно. Но на самом деле, ребят, этим девкам и правда уже прием специалистов нужен. Одна дергается, как ненормальная. Вторая постоянно всем недовольна, постоянно хамит. Они вот реально какие-то, я не знаю, затурканные и задерганные. То ли они были такие, то ли они в Германии стали такие. Хотя, что в Германии? Ну, наверное, от того, что поспали-поели, поели-поспали. Самое смешное, что недавно нам одна говорила, что она стала агрессивная. У нее там, не пойми что, постоянно вызывает агрессию. Тут еще одна агрессивная. Казалось, говорит. Вы понимаете, у меня все это вызвало агрессию. Слушайте, какие-то они агрессивные и правда. Они опасные для общества. Агрессия это не есть хорошо. Это и правда опасность. Срочным образом этих агрессивных надо высылать домой. А шо это такое? Шо бы две агрессивные ходили туда-сюда по улицам Германии. Но они же сами признаются. Вчера одна, сегодня другая. И все к ним мужики какие-то ломятся. То рассказывает с утра, кто-то там ломился. То мужик какой-то просил у них сигарету. Следил сначала за ними. А потом в дом ломился. И кто ж им интересно, говорит, Настя открывает домофон. Слушайте, зачем вы кому-то нужны? И все к вам вломятся. И все за вами следят. Какие-то прям принцессы, которые нарасхват. Прям нужны всем мужикам Германии. Знаете, когда все это Настя рассказывала, вот реально смотришь на нее и думаешь, какая-то сумасшедшая. Реально агрессивная баба слетела с катушек и не может даже сама себя контролировать и остановить себя тоже. Так вошла в роль, что просто такое чувство, что завелась она не на шутку. И дальше все-таки это еще и не конец был. Да, Настя дальше рассказывала, что по второму кругу пришли и опять барабанили в дверь. Но уже недолго. Все думали, наверное, что вот, а вдруг сейчас согласятся и дверь откроет. Слушайте, невозможно слушать. Ну, невозможно слушать ее, а дергается, а прыгает. Я уж боялась, как бы она из своей одежды не выскочила. Я таких дерганых еще серьезно не видела, как она. Ну, вот просто я не знаю, не увязок. А еще, оказалось, это были не немцы. Настенька, а кто это был? Ваши, что ли? Или, может быть, французы? Или испанцы? Или итальянцы? Кто же это такие были, что вам просто не давали покоя? Дальше Настенька еще сказала, что маму уговаривает на поездку. Да, маму с папой, что ли, чтобы приехали к ним в Германию. В общем, говорит, день ужасный. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.